Доброе утро, друзья! Ну что, всем привет! И мы, как обычно, с Дмитрием Абзаловым в эфире. И, как обычно, обсуждаем, что такого интересненького, горяченького было. А горяченького столько, что вот мы с Дмитрием сели и подумали, как бы все это вместить в час, даже, по моему, в час двадцать не вместишь. Ну, попробуем. Итак, что у нас такое интересное произошло? Ну, во-первых, мир, дружба, жвачка. Послы вернулись. Мы теперь с Америкой вроде как пытаемся наладить отношения. Тем более, что саммит ЕС, который собрался, соответственно, тоже решил, что, в общем-то, давайте перезагрузим отношения с Россией. Точнее, саммит ничего не решил, а была инициатива, которая пока утонула, но, тем не менее, инициатива интересна. Ковид, четвертая волна, Дельта индийская и дальше Дельта плюс. Обсудим это. Действительно, ситуация крайне напряженная и крайне опасная. Кстати, собираюсь в ближайшие дни взять интервью у Артура Исаева. Это директор Института стволовых клеток. Они подали на регистрацию, кстати, свою вакцину. Судя по всему, в ближайшее время должны получить одобрение. Он, поскольку в этом деле, ну, серьезно разбирается, расскажет, что, как, что, как думает и так далее, что там с вакцинами, эффективно, неэффективно, это всех волнует. Я скажу откровенно, что у меня там несколько человек в офисе болеют, что с кем не поговоришь, очень многие болеют вот этой Дельтой и все достаточно серьезно. Это не первая, вторая волна. Она действительно затрагивает всех. И самое главное, что ни хрена не спасают, как я понимаю, ни прививки, ни предыдущие болезни. Так что тропащим. Вот. Что у нас еще? Нефть по 100. То ли да, то ли нет. Но, по крайней мере, мощные движения по нефти продолжаются. Беларуси. Соответственно, санкции против Беларуси. И все это выглядит достаточно серьезно. И главное, мы все прекрасно понимаем, кто за все заплатит. Что у нас еще интересненького? Экспортные пошлины на металлы, которые затмелись за собой, собственно говоря, пошлины на все остальное. И вообще инфляцию в России, а тема инфляции, она тоже заслуживает того, чтобы поговорить. Потому что в конце недели вышли цифры, и они не радуют. По неким расчетам инфляция в России может дойти до 6,5, а может быть даже 7%. Причем по некоторым показателям ощущение, что и 8. При этом, ты же понимаешь, методики расчета творчества. Так что это смотря, как считать. Важно, что инфляция поднимает голову. Выше таргета, главное. Что? Главное, выше таргета. Да, значительно выше таргета, потому что считается, что болевой порог это выше 6%. Два слова об этом переговорим. Инфраструктурный план Байдена. Байден неожиданно получил подарок, вроде как соглашение. Правда, в два раза меньше, чем рассчитывали. 2,4 было. 1,2 стало. Но с другой стороны, слушай, хороша ложка к обеду. Ему сейчас нужно что-то проводить. Времени мало. Могли очень долго играть в итальянскую забастовку. Нет. Договорились 1,2. Для Байдена большая победа. Надо понимать, что 1,2 триллиона – это наше ОВП, как-то так сказать. Естественно. То есть бабки огромные. Бабки огромные. Поэтому все достаточно серьезно. Заявление Паула о том, что Китай и Россия, если откажутся, и доллары, так мы видели это дело в грабой белых тапчиках. Что немножечко нелогично. Но это обсудим. Еще Россия понятна, а вот Китай, ну, я бы поспорил. Наконец, противоречивость заявления, значит, с одной стороны Пауэлла, миротворца, с другой стороны Ростика и Булларда, которые прямо противоречили друг друга. И у меня складывается впечатление, что великий уровень манипуляции растет в мире с катастрофической скоростью. При этом интересно, что американцы играют доброго и злого полицейского. Где, соответственно, Пауэлл, ну, как полагается, большой, добрый кот Леопольд. Ребята, давайте жить дружно. И вообще ставочку поднимем когда-нибудь, ну, может быть. И, соответственно, злые псы, которые требуют ужесточения монетарной политики. Это Буллард и Ростик, которые кричат, как там, отрежем, отрежем, рис его, ноги. Иначе говоря, прекратим все стимулирование и вообще в 2022 году поднимем ставку. И будет вам счастье, в кавычках. Вот, Дим, чего я забыл? Ну, советую отметить, что инфляция – это большая проблема не только для нас, но и для США прежде всего. Это, кстати говоря, одна из причин очень жестких заявлений, потому что явно оказывается выше таргета, и в США, между прочим. А в Европейском Союзе еще их как-то поджимает евро. А вот другие развивающиеся страны получаются в очень сложной ситуации. У нас также на этой неделе как раз была представлена доказательность, собственно говоря, наша теория на тему того, что бедные будут беднеть, а богатые будут богатеть. Но это не теория. Но это не теория, это базовое утверждение. Просто вопрос заключается в том, что это происходит очень форсированно. То есть там видны как бы самые показатели. Я напоминаю, что на самое большое количество нарост миллионеров произошел именно в тех резидентурах, которые, соответственно, могут контролировать собственную валюту, либо их печатать жестко. То есть Китай, Европейский Союз, США в основном. А наиболее серьезные потери у повышения качества жизни – это, собственно говоря, развивающиеся страны, которые получили все замечательные преимущества, все это в кавычке, естественно, от ковида. Ну, собственно говоря, там ситуация по войне, которая у нас чуть-чуть не произошла на этой неделе, я напоминаю. А, ну да-да-да-да, военные сражения. Ну, так, между прочим, там накидали бочки, естественно, ну, то есть, грубо говоря, если бы продолжился курс, там был бы реально, ну, потом бы ферегат. А с этого начиналась война в Венгрии, как минимум. Вот. И тоже закончился достаточно плохо. Вот. Поэтому, в принципе, мы к этому уже привыкли, в принципе. В принципе, рынки это нормально не отреагировали, с учетом того, что рекомендарь, в принципе, как бы, так сказать, сдала назад немного. Ну, и, собственно говоря, это сложно стало тем форсировать. Слушай, а ты вот мне объясни. Вот ты у нас политолог, говорят. Вот я ни хрена не понял. Ну, я все понимаю, как это принималось, это решение. Типа, международные воды, с их точки зрения, с российской, это нифига не международные воды. Вот. Но они что, не понимали? Они маленькие дети. Они не понимали, что если идти дальше, то могут потопить. Чем они руководят? То есть, это провокация. Для чего это? Там схема следующая. Там, на самом деле, все нам более британское. Как бы, это внутреннее кухня. Дело в том, что сейчас Brexit, как ты понимаешь, они там все вышли дружно. Там новая внешняя политика. Они сейчас по всем проблемным местам, в свою ударную группу, перемещаются. Слава богу, они еще авианосисты на Союзе на Средиземном море. А там у них еще, соответственно, есть это королева Елизавета. Вот. Авианосист. Вот. Они, соответственно, все эти дружные компании ходят по всем проблемным территориям. Вот самое забавное, что они в ближайшее время пойдут в Южно-Китайское море. Китайский, коллега. То есть, прям шпана какая-то. Они сейчас на острова эти пойдут, которые у них там проблемные, постоянные, с которыми, естественно, бодаются эсминцы американские. Вот тут Китай и туда. Они плывут. То есть, на самом деле, они просто проходят по всем этим точкам. Здесь напряжение определенное, показывая, что мы там за мирные проходы и все остальное. Но понятно, что Дубой с Джонсом себе просто рейтинг подкачивает слегка на фоне как бы там целого ряда других проблем. Вот в ближайшее время, кстати говоря, в ближайшие несколько месяцев, в месяц, будет большой конфликт Великобритании с Китаем по этому вопросу. Потому что они туда точно придут, к этим островам, и точно поплавают, в том числе, тем же самым эсминцем. С большой долей вероятности дефендерами. Да, но у меня какие-то вопросы. Ты же понимаешь, что когда авианосец, авианосец сам по себе не гуляет. При авианосце как минимум там 15-20 всяких кораблей. Нет, но там три корабля. Подводных водок. Нет, подожди, там не может быть. Потому что при авианосце всегда несколько подводок. При нем несколько кораблей сопровождения. Мы же понимаем, что это авианосная группа. Это ты описываешь авианосную группу в США. Ну да. Ты что, англичане типа иные? У них более бюджетный вариант исполнения, так сказать. Но там точно будет эсминец. Там точно будет, соответственно, корабль чуни-спровождение. Там в тройке ходит, как правило. То есть там три базовые. И, соответственно, королева Елизавета. Понимаешь, что королеву Елизавету никто не загонит в Черное море. Это было бы очень забавно. Это невозможно. Лужа длиннее. Нет, но можно распилить по частям. Или сверху забросить каким-нибудь образом. Но проблема в том, что в Южно-Китайском море, они туда точно пойдут. Естественно, она там близко подходить не будет, потому что там острова остатные. Но конфликт тоже точно будет. Поэтому это внутреполитическая составляющая. Я так понимаю, даже там никого особо не предупредили по этой теме. Поэтому с этой точки зрения это прогнозируемая провокация. И она геополитическим риском не стала. Но на самом деле таких примеров очень много. У нас был пример Вьетнама, который с этого началось. У нас был прием к Китаю. У нас есть прием в соответствии с фольклентскими островами, кстати говоря. То есть самая опасная провокация... Нет, фольклент и там немножко не так. Да, но там тоже утонул корабль Шеффилл. И он, соответственно, с ядерным вооружением был так, между прочим. Там были примеры, соответственно, атак ракетных, точнее, торпедирования, в том числе кораблей Аргентины. Поэтому на самом деле провокации в море – это самая опасная составляющая. Потому что ты не знаешь, где это проходит. Там очень сложно в последний момент принять решение. То есть самая страшная провокация – это воздух и море. Согласен. И учитывая тот факт... Ты вообще помнишь фольклентскую кампанию? Я-то помню. Я уже был в здравомме как бы в ясной памяти. Кстати говоря, она в свое время очень сильно подняла рейтинг Маргарет Тэтчер. Да, да, да. Маргарет Тэтчер была красавицей. То есть англичане высадились, выгнали аргентинцев, показали Коськину мать. Все было супер. Ну да ладно. И все-таки я не совсем понимаю, нахрена надо было лезть в Черное море. Ну, лезть в Черное море – понятно. Как бы погулять там, показать себя. Людей посмотреть, себя показать. Ладно. Но зачем надо было все-таки лезть в российские территориальные воды? Ну, правда. Это я не понимаю. Это же было ясно. Люди решают наши политические задачи. Ты пытаешься во всем увидеть глобальную позицию. Все намного проще. Рейтинг упал, надо поднять. Вот так это работает. А, ну хорошо. То есть в следующий раз, когда у кого-нибудь рейтинг чуть-чуть упадет, к нам пришлет какой-нибудь самолет или вертолет? Ну, вот Трамп бомбил Сирию. Там, соответственно, Буш заехал в Ирак. Там, не знаю. Макрон, соответственно, ушел воевать в Мали. То есть у всех есть свои внешние маленькие поведомственные войны, которые надо провести, даже если их не существует. Но это нормальная практика. То, что мы сами пропускаем. И еще раз вспоминается великий фильм всех времен народов «Хвост, виляющий собакой». «Плутовство». «Плутовство», вот. С гениальным, соответственно… Там, кстати говоря, нет хэппи-энда, напоминаю. Там нет хэппи-энда в этом фильме. Там хэппи-энд творческий, да, творческий. Но фильм абсолютно гениальный. Там один из главных героев умирает вообще-то. Дима, ну, слушай. Зато как он играет. Как он играет, главный герой. А вот это да. Вот, а какой там Де Ниро. Это же вообще красавец. Это лучшие его фильмы, считаю. Так, ну ладно. Итак, Джон Салливан в Москве. Анатолий Антонов в Вашингтоне. Антонов прилетает туда, ему сообщают. А мы, собственно говоря, готовим новые санкции. Я представляю, что он при этом думал. Хотя, может быть, я думаю, что он уже знал, наверное. Вряд ли это было для него откровенно. Это были кодифицированные санкции. То есть, они были заранее наведены. Они должны были ввестись еще до саммита. Они утверждаются Конгрессом. И их нельзя избежать, их можно отсрочить. Вот, поэтому, собственно говоря, до саммита их отсрочили. А так, они должны были вводиться. Это было неизбежно, в принципе. Это не решение Байдена. Это решение, это запрограммированный процесс. Начался задолго до этого, еще в прошлом году. Я так понял, что, в общем-то, не самое страшное. Меня интересует другое. Например, собрался саммит ЕС. Входит Ангелу Меркель и Макрон. И говорят, ребята, а давайте перезагрузимся с России. Кстати, а с чего вдруг? Ты не знаешь, с чего это они такие добрые вдруг стали? Я именно инициаторы. Ну, я напоминаю, что идея появилась где-то на этой неделе. Причем она, соответственно, забрасывалась еще в Российскую Федерацию. Причем самое интересное, забавно заключается в том, что Москва никак не отреагировала на этот процесс пока. То есть был запрос стороны послов. Причем основание было следующее. Это все началось после саммита с Байденом. Саммит с Байденом, стратегические группы, Макрон, Меркель, Меркель с Игоря уходят, как мы знаем, в сентябре. Они решили создать такую платформу. Так сказать, Европа первых скоростей предложила договариваться. Это привело к колоссальному веселому скандалу, я считаю. Потому что, во-первых, он внутри самого Европейского Союза произошел. Там был саммит. Саммит всегда посвящен Российской Федерации. Так, между прочим. И они с четверга на пятницу там устроили такое. Во-первых, они закончили только под утро. Что само по себе очень забавно. Во-вторых, там были какие-то скандалы неимоверные. Дима, ты мне скажешь самое главное, чтобы я спал спокойно. Мордобоя не было? Ну нет, далеко, конечно. Я просто хочу посмотреть разборки в парламенте, в котором там несколько десятков языков официальных. Вот там на каких языках посылают, в принципе. То есть, я знаю, что могучий русский, но очень многообразен с точки зрения специфической лексики. Как мы знаем, английский очень заужен в этом плане. А вот я не знаю, латвийский можно очень неплохо ругаться, я считаю. Итальянский очень для этого хорош. Да, но самое интересное заключается в том, что фактически единой позиции до сих пор нет. Есть там 3-4 страны, которые против, 3-4 страны, которые за, а остальные, которые запаслись там кортом. И смотрят, как там эти 8 стран друг другу пытаются как бы там глотки выруть. Что там были оскорбления? А ну-ка поподробнее. Понятно, что Англия, в смысле Германия и Франция сказали, давайте перезагрузимся. Кто против? Ну, ясный дитерман. Германия, Франция, Венгрия были основными инициаторами стабилизации отношений. А, Венгрия тоже. Да, вот Венгрия там тоже оскорбляли. Вот, Прибалтика и Польша были против. Остальные все понятны. В Голландии говорили против, на самом деле она воздержалась. Вот, также воздержалась Чехия. То есть она сказала, что там надо договариваться, но надо попозже. То есть там такая воздержавшая позиция. Испания вообще перпендикулярна. То есть на самом деле вот эти как бы 4 на 4 и происходила основная подалка. В каком все перпендикулярно. Вот, ну ты понимаешь, там 27 стран. Вашли 27. Вот, соответственно, 4 на 4. 4, 8. Все остальное, это как бы вот смотрят на все это дело. Но фактически это как раз раскол произошел на новую, старую Европу. То есть Европа так называемых двух скоростей. Понятно, что Франции, Германии выгодно, потому что там экономические интересы, потому что, соответственно, поставки энергоносителей. Я напоминаю, что Газпром сейчас сочетался. Оказалось, что мы 2 третих денежных средств получаем в евро. Как вдруг выяснилось резко. Это к вопросу о американских регуляторах. Вот если мы 2 трети в юанях начнем получать, вот это будет сигнал на самом деле. Поэтому как бы проблема заключается в следующем, в том, что это просто разные позиции. Насколько они реально их смогут согласовать, они же раскалываются не только по нам. Они раскалываются так, например, по вопросу, связанному с энергоносителями, с, соответственно, гражданскими правами, по вопросу устройства голосования. То есть на самом деле такая родовая травма изначальная, и как ее решать, очень сложно. Плюс ко всему, это на самом деле просто развязывает руки двухсторонних отношений. То есть после этого Германия скажет, а вы не можете договориться вместе, тогда мы будем в двухстороннем формате разбираться. И так, собственно говоря, и произойдет. Поэтому с этой точки зрения, конечно же, это история, которую сами европейцы создали, сами же ее и закопали. С этой точки зрения мы тоже смотрели с попкорном в какой-то степени. Даже не совсем до конца понимали, что происходит, потому что, конечно же, это очень серьезно. Но самое важное другое, что санкции пока никаких не выкатили. Соответственно, геополитические риски все равно не повысились. Поэтому я думаю, что это лично свидетельствует о том, что пока что единая позиция Европы по нам нет. А ты знаешь, у меня такое ощущение, что не в ближайшее время, но когда-нибудь все равно Европа расколется. Вот у меня на этот счет есть своя теория. Тебе страшно, что она уже раскололась, Великобритания вышла. Ты представь, что может... Нет, ну это... Слушай, англичане это отдельная история. У меня ощущение, что Европа все равно расколется на, скажем так, в Старую Европу. Прежде всего, Нидерланды, Бельгия, Франция. Венелюкс. Франция, Германия. Франция, Германия, кто-нибудь к ним еще примкнет. В Италии, возможно, но маловероятно. С итальянцами там все посложнее. Южная Евро будет. Да, с другой стороны. И будут у нас южная Евро, северная Евро. Южная непризнанная, северная признанная, как Кипр. Нет, будет северная Евро. Это Скандинавия. Будет, соответственно, Западная Европа. Будет, соответственно, Южная Евро и Восточная Европа. Вот четыре зоны твои есть. Ну, посмотрим. Давай не будем загадывать. В конце концов, мир этого не переживет спокойно, поэтому лучше, чтобы этого не было. Итак, твое мнение. Они в итоге о чем-нибудь договорятся или нет? Потому что для меня самый главный вопрос. Все-таки, смогут Франция и Германия пробить эту тему перезагрузки с Россией или нет? Сейчас все будет зависеть от Байдена. Если Байдена сейчас не докопают окончательно, поэтому на самом деле в его медной реакции есть определенные преимущества. То, что его позиция, она меняет повестку на европейском направлении. То есть Макрон раньше выступал за взаимоотношения и стабилизацию отношений с Москвой. Но потом пересмотрел свою позицию именно из-за американской. Сейчас ситуация меняется. То есть на самом деле открывается окно возможностей. Я думаю, что Франция и Германия будут заинтересованы в стабилизации отношений, как и Австрия, например, та же самая. Я не упомянул, она тоже выступала за стабилизацию отношений Курц, участвовал в КМЭФе, сам подключался на Питерском экономическом форуме. Но я же не напоминаю, что вообще-то в Австрии наш крупнейший хаб газовый находится до сих пор, крупнейший. Поэтому с этой точки зрения, я думаю, эти страны просто будут более самостоятельные, двусторонние отношения выстраивать. Но при всем при этом, как бы на европейском уровне, конечно, будут ставляться палки в колеса, особенно по тем тем, по которым будут консолидироваться позиции. Например, по правам человека или по Беларуси или по целому ряду других направлений. Понял. Ну, хорошо. То есть, в действительности может произойти такое событие, что где-то через полгода-год все-таки процессы пойдут. Либо двусторонние, либо пятисторонние. Все зависит от выборов Германии на самом деле, как там развернется ситуация. Вполне возможно, мы можем либо приобрести нового союзника, обеспечить преемственность, либо потерять союзника, если там выиграют зеленые. Но пока что, кстати говоря, социология показывает, что зеленые там не особо выигрывают. Вот, благодаря, кстати говоря, «Северному потоку-2», который активно продает Меркель как свое достижение для внутреннего потребителя. То есть, на самом деле, непарадоксально, 70% немцев поступает за «Северный поток», и для них это аргумент внутриполитический. Это к вопросу о том, что все определяется внутренней политикой. Если бы не было такого запроса на эту историю, если бы как бы слив «Северного потока» не привел бы к потерям позиций ХДС, ХСС, никто бы за него не держался. Руками на ногами в выборный период. Ну, хорошо. Смотри. Следующий момент, который интересный. Что происходит с криптой? С одной стороны, Народный банк Китая потребовал от крупнейших банков и платежных операторов взять на себя более активную роль в ограничении, читаю прямо, торговли криптовалютами и соответствующих операций. Иначе говоря, значит, китайцы сказали, слушайте, ребятки, а может, хватит? Вот если конкретно. Может, поиграли и будет? Более того, значит, что там интересного? Что пять банков, в том числе индастрии, вот коммерческих банков Чайна, это крупнейших, и агрикалчеров банков Чайна. Четыре как раз, четыре крупнейших банков. Да, да, да. И пошло, ну, короче говоря, четыре крупнейших, почему четыре? Раз, два, три, четыре, пять. Пять крупнейших банков, да. Да, значит, они заявили, что вообще будут запрещать использование своих счетов для криптовалютных операций. Вот тебе бабушку Юрия в день. Они будут запрещать не только это, но и переводы, в частности, на Байненсы, на Кракен и так далее. Короче говоря, все серьезно. Все, они говорят, ребят, приехали. На самом деле, в Китае невозможно будет выводиться нормально. Да, потому что... Да, 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 да. Ну, они все это, слушай, посмотрели. Вот, но проблема не в этом, а проблема в том, что наехали и на Мальту заодно. То есть началось все с Китая, потом британский банк ТСБ заявил, что он намерен запретить 5 миллионам своих пользователей перечислять средства на криптобиржи параллельно с этим. Параллельно Мальта привлекла внимание группа финансовых мер по отмывке денег, ФАТФ. То есть типа страна слишком дружелюбная к крипте. Доброе утро. Опять же приехали. Чуть-чуть чувствуешь, что с Альвадора подбираются, да? Дима, у меня ощущение, что у тебя тайные плоды посетить. Прям так по чуть-чуть, понимаешь, как бы по километру туда. Нет, ты знаешь, вот если серьезно, меня Мальта больше всего волнует, потому что очень много из известнейших брокеров имеют штаб-квартиры на Мальте. И это серьезно. И мы даже не знаем, насколько это серьезно. Чикагская биржа тоже. Да, да, да. То есть, понимаешь, вот что происходит? Интересно, значит, биток обвалился до 28 с чем-то. И тут же отстрелил обратно. Почему отстрелил обратно? Ну, потому что пошли некие спекуляции в обратную сторону. Типа, опять же, вот где-то что-то как-то кто-то чего-то хочет хорошего сделать для крипты. И вот это вот так вот колеблется все в одну и в другую сторону. Важно, что регуляторы, как мы уже говорили неоднократно, являются главными врагами крипты и делают все для того, чтобы убрать конкурента. Вот медицинский факт. Я думаю, что процесс продолжится. Что думаешь? Смотри, на самом деле есть маркеры, которые показывают, насколько серьезно может быть давление на китайскую крипту. Во-первых, надо понимать, что Китай – это основная часть производителей, то есть майнинга крипты, то есть основная часть крипты во всем мире майнится на гидроузлах, вот это все, вот небольшие фермы, на них приходится больше 60% плюс-минус. Вот. Инвестиционные составляющие сейчас там очень небольшие. То есть в основном это производители именно крипты, они вот держат крипту. В чем особенность заключается? Именно Китай за счет того, что они майнили вообще на всем, что можно было использовать, в том числе на видеокартах, это привело к резкому росту спроса на железо. У нас в последнее время спрос на железо, в том числе как бы на видеокарты, там они асиками майнят, по ним можно определить на самом деле, насколько проблемы есть у крипты. Потому что если инвесторы не вкладываются, то есть не выкупают карты, не выкупают, соответственно, фермы, а наоборот выставляют их, начинают продавать, это означает, что они слабее видят перспективу. Так вот, сейчас цена на видеокарты начинает снижаться, они становятся доступными, это говорит о том, что в Китае это в крайнем случае как инвестиционный бизнес, то есть как вложиться в это, воспринимается уже как рискованная составляющая, то есть это как минимум уже идет определенный заход, шаг вперед, примерно в горизонте трех месяцев, когда китайцы, сами инвесторы, которые там есть, видят это как рискованное направление, начинают сдавать железо прежде всего. Поэтому я бы сказал, что инвестиционно, то есть спекулятивно, финансово, крипту будут держать, потому что рынок узкий на самом-то деле, ну то есть он как, он легко манипулируемый, сформулируем так, там системных механизмов крайне мало, которые можно кто-то вставлять, вписионные фонды туда, как ты понимаешь, не вошли, долгосрочные, ничего там этого нет. Вот, но вот с точки зрения производства валют, со мной крипты, то есть очевидно, что это серьезный удар по Китаю прежде всего. Вот, если Китай закроет все свои основные направления, то кто-то будет заниматься нормальным майнингом, тоже не совсем понятно, потому что как бы нормально вся эта система держится и на производственной базе Поднебесной, по факту. Вот, и тогда у нас осталось... Подожди, 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 а как же Сальвадор на энергии вулканов? Я рад за Сальвадор, но как бы с точки зрения производства крипты, как там, он там тоже диск занимает. То есть для того, чтобы произвести крипту, это гигантские производственные мощности, которые потребляют колоссальное количество электроэнергии. То есть если их просто отрубить, то есть они в целом такое количество энергии потребляют, которые там с размером к городам, в целом, вот эти фермы. Поэтому с этой точки зрения Китай, это как раз и был такой очень важный сегмент. Китай рассматривал крипту как перспективу, как бы финансовую. Но если эта система уйдет, по отдельности страны не смогут выстроить такой контур. И будут криптовалюты, но они будут не биткоинами. Они будут, например, там, с альткоинами всякими, то есть там какие-нибудь, есть у нас, например, есть крипта, которая не майнится. То есть она уже вся намайнена, то есть ее можно дальше просто торговать. То есть много вариантов будет, но вот с биткоином что будет, вопрос же неоткрытый на самом деле. Я думаю, что там уже лет через 10-15 у нас будут какие-то альткоины, вот они будут перспективны на самом деле, типа Ethereum и того же салона. Да, то есть как бы пока решение единого не будет принято, например, крупными организациями или основными регуляторами, мы не увидим легализации нормальной битка, и никто не захочет пойти в биток, зная, что тебе завтра придет налоговый и спросит, а что это такое ты там майнишь? А ты это что, чем ты занимаешься? Это у тебя имущество или у тебя это не фиатные деньги явно? Вот, то есть проблема заключается в том, что пока нет статуса, пока не легализован рынок системных инвестиций, в него вкладывать крайне сложно. В конце, кстати, он еще мотает в разные стороны, поэтому инвестировать очень сложно тебе в него, то есть как бы не профильному инвестору, это в принципе как бы там то же самое, что играть в русскую рулетку. Дима, не увлекайся, у нас еще много тем, все надо обсудить. Но вообще, друзья, я скажу следующее. Судя по всему, давление регуляторов будет продолжаться. То есть нам очень хочется обсуждать цифры, 60 тысяч, 200 тысяч, миллион за биток, вообще бомба. Но есть проблема. Регуляторы крайне не любят конкуренцию. Вот это надо понимать, но мы об этом говорили и не раз. Вот, теперь давайте поговорим о важной теме, которая называется штамм Дельта, Дельта Плюс. Он пошел по нашей стране, и я, кстати, попросил мою сестру, она жила долгое время в Индии, она специально подготовила текст и прямо, знаешь, вот следит, как оно было в Индии, как оно идет у нас, прямо вот одно за... Вот одно-одно. И это ужасно, потому что в Индии то, что произошло, это очень сурово. И там ведь была не Дельта Плюс, а была просто Дельта. Тем не менее, высочайшая смертность. Понятно, что индийцев больше. Понятно, что у них санитарии, не все хорошо. Но давай откровенно. Индия, в нашем представлении, это толпы гигантские индийцев, живущих, так сказать, в каких-то, не знаю, палатках, в картонных ящихах. Это далеко же не так. Индия... Бангалор один такой, он получше, чем наши субъекты топово выглядят. Ну да, 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 да. Поэтому я хочу сказать, что Индия – это совершенно гигантская страна, в которой есть все, и трущобы эти тоже есть, и скучность есть. А с другой стороны, это современная страна, в которой современная архитектура и все, что угодно. ИТ очень сильный. Ну, ИТ, понятно, традиционно, но это и высокий уровень медицины, и все проще. Ничего не спасало. Не было кислорода ни для богатых, ни для бедных. Просто не было. Не было коек в больницах. Было что-то жуткое. И вот мы вдруг наблюдаем, что у нас. Перебои с тем, с другим, пятым, десятым. Это все Дельта. Но тут еще и Дельта плюс образовался какой-то. Вот, Дим, что это за хрень такая, этот Дельта плюс? Смотри, во-первых, про Дельту немного. Проблема заключается в том, что в чем отличие вируса? Это вирулентность, то есть заразность, скорость передачи. Она примерно в два раза выше, чем у обычного дикого коронавируса. То есть быстрее передается. Это самая первая составляющая. Второе, судя по данным, он быстрее протекает. Вот, в результате у нас смертность выше, чем в первые две волны. Плюс ко всему, это уже приводит к тому, что у нас, например, то же самое Израиль продолжает локдаун. Он, я напоминаю, может вродить до позднего локдауна. Это Израиль, который весь появился. В Великобритании отстрочит с тесным выходом, хотя они там специально праздновать собирались. Вот, в США очень большая проблема. То есть проблема это не в том, что это просто коронавирус, кто-то недовакцинировался. Проблема заключается в том, что как бы требуется очень серьезный уровень антител. Что такое Дельта плюс? Дельта плюс, пока что исследование нормальное есть только в Индии. Вот, собственно говоря, откуда она и появилась. Дельта плюс сейчас появляется в США, она появляется во Франции, она появляется в Германии, Великобритании. В Российской Федерации первый случай был зафиксирован в апреле, но он тогда был такой скрытый на самом деле. То есть сейчас вот последние исследования должны показать, какое количество у нас плюсов. Потому что он быстро очень замещается. В чем его основная проблема? Первая основная проблема. Он быстро, сверхбыстро заражает. В индийском исследовании приведен пример. Человек заразился, просто пройдя мимо другого человека без маски. Не находясь с ним долго в комнате, просто пройдя мимо. Одним воздухом с ним подышав, между ними расстояние было 3 метра. Теперь представь на секундочку, как это ускоряет процесс передачи. То есть вот это первая опасная составляющая. Это, правда, все еще исследования надо проверять, потому что индийские исследования, как бы они очень не фронтальные. Надо посмотреть, как оно меняется, как оно у нас меняется. И второй очень важный момент заключается в том, что по данным индийских коллег, вакцины, которые работали в Индии, а это AstraZeneca, это, соответственно, она уже быстро, AstraZeneca. Это, соответственно, ее дженерики, они не работали. То есть они не срабатывали. То есть там были примеры людей, которые вакцинировались и лежали под Дельты+. Которые недавно вакцинировались. Да, это вакцина, в которой 70% эффективности. Да, сейчас Pfizer, Moderna, Sputnik. То есть все основные вакцины Johnson & Johnson, они начинают исследовать этот штамп, потому что должны понять, работа он или не работает. Потому что если он не работает, надо выпускать вакцину. Вот, поэтому вот это очень опасно. И очень все боятся того, что индийский штамп Дельта+, может просто Дельта, он менее эффективно против него действует вакцина. Но они действуют. А если против Дельты+, не будут действовать вакцины, это мы все обнулимся дружно. Через ад, который мы проходили, вот это все как бы опять начнется заново. И это очень боится экономика. То есть представь мне секундочку, что такое Индия. Индия – это как Новый Китай. По численности Индии то же самое. Диаспоры широко распространены. Массовое перемещение. То есть закрыть его в принципе невозможно, нормально. Прямые связи с Мальдивами, кстати говоря, которые входят с ним в Единый Союз. То есть они там безвизовое перемещение. Сколько народу на Мальдивах поотдыхало? А сколько потом в Турцию переехало? А сколько этих людей попроходило? То есть на самом деле это очень серьезная составляющая. Надо будет серьезные исследования провести. Но скорее всего это придет к тому, что нам надо будет менять вакцины, то есть модернизировать их. То есть мы будем привыкать к сезонности коронавируса. Вот это самый большой риск для экономики. Это очень серьезный удар по спросу, как ты прекрасно понимаешь. Поэтому сейчас все дружно. Это удар вообще по нашей жизни. Потому что, понимаешь, старики, по сути, свои вынуждены будут годами жить где-нибудь на дачах, скрываясь вообще от всех. Сейчас на сегмент миллениалов-зумеров пошло. У нас из значительной части того, кто сейчас лежит, например, в этой, в коммунарте знаменитой, большая часть – это молодежь. Подавляющее большинство. То есть это люди, это не пенсионеры-предпенсионеры. Все. Это молодежь. То есть проблема, ну, то есть там 35 минус, 50, ну, 40 минус. То есть на самом деле вот это основная проблема, это первый момент. Второй момент, что с точки зрения инвестиционного это несет. Первое – фармакология. В нее пойдут колоссальные денежные средства. У нас уже сейчас ряд лабораторий ограничили тестирование. Знаешь почему? Препараты закончились. Составляющие. Например, там в Инвитро, там в Лапвесте сейчас закончится. То есть у них просто, их четыре – это гиперлаборатории, их не хватает для того, так сказать, по-моему, всего. Не хватает по всей России. Не хватает, чтобы, соответственно, провести тесты. Массово они идут сейчас. То есть исходя из этого, что следует. Первое – фармакология, особенно которая работает на диагностику, на мониторинг. То есть тесты производит, производит, соответственно, эта составляющая. Второе – у нас будет расцвет, судя по всему, масочного режима очередного. То есть маски, которые стали составляющими, ну, к сожалению. Уши болят. Уши болят. У всех болят. Надо нормально делать резинки. И третье, самое важное – это, собственно говоря, непосредственно фармакология. У нас фарм пойдет сейчас вверх в рост. Все, кто имеет плюс-минус суперпозиции, во-первых, в вакцинации, в вакцинах, и второе, самое важное – в препаратах прямого лечения, которые будут появляться на рынке, они будут собирать куш. То есть рынок будет постоянно платить, потому что они теперь любую цену люди будут платить, лишь бы вот в эту систему не попасть. Поэтому фармакология сейчас, она очень хорошо растет именно на опасениях дельты плюсов. Потому что фактически это требует серьезной разработки. И если заново это начнется, это заново еще 40-80 миллиардов, которые будут на это потрачены. В действительности, я думаю, Дима, что больше. Объясню, почему. Это я только по самой нижней границе посчитал. Это если по две дозы, одной дозе, соответственно, выдавать в среднем по 50-60% населения. Учитывая, что даже после вакцины очень многие все равно не получили антитела, вот это еще серьезнее. Ну, это понятно. Так, ну и еще одна очень интересная тема этой недели – это нефть, которая превысила 76 на этой неделе долларов за баррель. То есть это впервые с октября 2018 года. Значит, на фоне падения запасов США. Ну, там не только падение запасов, там и цифры. Там съезд опека, о которой мы говорили. Да-да-да, там много чего. Там сразу как бы несколько событий, и мы все говорим про иранского фактора, про иранский фактор, а его нет. Мы все его боимся, а его нет. Спрос растет, производство не успевает, отрасль была после кризиса недофинансирования, возникает лаг примерно год. Вот ты сегодня недофинансируешь, результат – ты хлебаешь через год. Это как минимум год, например, в сланце американском, или, например, в крупных месторождениях, классических месторождениях, это полтора-два года. В Эксоне, например, соответственно. То есть ты можешь сконсервировать баскоскважину, начать добывать на сланце, например. Ты представляешь, как бы в Саудовской Аравии, там еще каких-нибудь крупных объектов, в которых были просто стопы поставлены, ты там не добурил, не доразведал, не доизвлек. Вот, там циклы инвестиционные намного длиннее. Так вот, вопрос в студию. Будем 100 баксов или не будем? Что думаете, сэр? Я лично думаю, что не будем. Не в ближайшее время. Объясню почему. Как ты видишь, у нас разноправленно составляют. То есть, с одной стороны, все боятся как бы давления по спросу. Во-вторых, ты внимательно, если послушал Саудовскую Аравию, они собираются увеличить производство. Во-первых, у всех высоковетных нефть никому не выгодна. И тем более не выгодно нам. Мы все помним 2008 год. На чем дело закончилось правильно? Мы уперлись, соответственно, в потолки. И один из потребителей, соответственно, сказал, мы это не потянем. И в результате произошло резкое срывание. Плюс ко всему, Российской Федерации выгодна не цена высокая. Ей выгодны объемы повыше уже. То есть, соответственно, если у нас даже высокая цена, но мы ограничены сделкой, мы недополучаем, в принципе, денежных средств. То есть, на самом деле, сейчас борьба идет, идти будет не за цену, а борьба будет идти за объемы. Поэтому саудиты, как и мы, скорее всего, вообще саудиты уже повышают цены, а самое главное, они увеличивают объемы по факту. То есть, мы постепенно… Короче говоря, борьба за рынки. Да, то есть, мы сейчас попытаемся, пока американские коллеги не спохватились с саудитами, быстрее успеть запилить рынки. Потому что больше всего этот процесс ударил, соответственно, в свое время. Именно посланцам американским. Под трудноизвлекаемой нефть, например. Поэтому с этой точки зрения, ну, то есть, с высокой стоимостью добычи, на себестоимость добычи. Поэтому я думаю, что саудиты мы сейчас будем заниматься тем, что мы договоримся о увеличении объемов. И постепенно его будем увеличить пропорционально росту спроса. Это уже происходит. Ну, Дим, ты тут забываешь один момент. Фактори американцев. Они, конечно, сейчас гнобят нефтянку, потому что это типа не зеленые отрасли, вообще безобразие. Но нефтяночка-то тоже перекрасилась. ЕПИ теперь заявляет, что она исключительно зеленая компания. Ну, и Тоталь, и Эксен, собственно говоря. Вопрос в другом заключается, что до того, как они станут зелеными, необходимо будет, соответственно, обеспечивать спрос. И понятно, что история Байдена, соответственно, с этим углеродным сбором со всем остальным, будет играть против производства. В горизонте двух-трех лет. Это факт. Вопрос будет заключаться в другом, что куш определенный в течение двух-трех лет углеводороды сорвут. То есть, они его сорвут сейчас, скорее всего. Когда рынок еще не насыщен. Я с тобой согласен по поводу инвестиций. То есть, ты понимаешь, что это тебе не кран включить и выключить. То есть, там у тебя нервы. Очень такая инертная штука. Очень инертная. Да. То есть, там на самом деле длинные горизонты. Есть некоторые вещи, которые сейчас просто не так нельзя включить быстро. То есть, спрос восстанавливается как раз быстро. Он восстанавливается взрывным способом. А добыча восстанавливается невзрывным способом. Есть некоторые скважины, которые вообще зацементировали, залили. Поэтому с этой точки зрения, я думаю, вот 3-4 года, ну, 2 года, год точно. Мы видим высокую нефть. Но я сомневаюсь, что она до 100 дойдет. Просто это 100 долларов невыгодно потребителям, прежде всего. Они не будут готовы за него платить. Да, согласен. И по своему этому это будет невыгодно, потому что в результате мы получим просто как бы падение потребления объемов. То есть, как бы страны не смогут покупать такие денежные средства. Ну, инфляция, инфляция, понимаешь? Нефть, это же энергетика. В конце концов, ты прекрасно понимаешь, что высокая цена на нефть, что означает правильно, высокие цены на заправках по нетбеку в Российской Федерации. Перед выводами я сомневаюсь, что кто-то захочет это сделать. Тем более, возвращаясь к следующим темам, сейчас федеральный центр делает все возможное, чтобы, соответственно, экспортно ограничить сырьевой вывоз. Причем уже достаточно в жесткой форме. Поэтому нам невыгодно сейчас, как и парадоксально высокая цена на нефть, но в крайнем случае до сентября. Ну да, это точно. Но тем не менее, я боюсь, что эта цена на нефть наш с тобой не спросит. Это будет спекулятивный рост, он не будет на спросе на предложение. Это будет инвестиционное решение. Посмотрим, посмотрим. У меня ощущение, что где-то мы на 70-х уровнях еще потопчемся. К 80-ти довольно быстро подойдем. А потом, скорее всего, начнем немножко колебаться. Причем лето теплое, высокое потребление взрывное. Я думаю, что это очень серьезно коррелирует с климатическими условиями, на самом деле. При жарком лете, скорее всего, мы будем очень высокие результаты показывать по нефти и по газу. Кстати говоря, сейчас цена на газ сильно растет, потому что потребление используется в кондиционировании. Поэтому если в северном полушарии, в основном центре потребления, и основные наши точки сбыта находятся здесь, будет температурный режим такой же, как сейчас. Это как холодная зима. То есть, на самом деле, сразу увеличится время энергоносителей. Ну да. И на этой счастливой ноте мы с тобой переходим к чему? Правильно. К манипуляции рынками, которые занимаются кто? Товарищ Пауэлл. Все со товарищей. Это картель. Да, я согласен. Нет, понятное дело, что они не думают о том, что они занимаются манипуляцией. Они хорошие. Манипулировал Трамп исключительно, потому что Трамп был плохой. Если ты плохой, ты манипулятор априори. Вот они не манипулируют. Но, тем не менее, выступает Пауэлл, говорит, ребята, 23-й год, потом, может быть, подъем стал. Поступает Буллорд и говорит, нет, ребята, у нас, вы смотрите, что происходит. Конец 22-го года, и вообще, Лафа скоро закончится. Поступает снова Пауэлл, говорит, ребята, это вы что? Это все классно. А, кстати говоря, еще поступает Елен, который тоже, значит, поддерживает Пауэлла, говорит, что все будет хорошо, если не будет плохо. Все успокаивается, потому что найдены самые правильные слова. Все будет хорошо, если, конечно, ну, вы понимаете. Но, в целом, все будет замечательно. Потом приходит Ростик, который заявляет, что из Атланты, который говорит, что нет, ребята, а инфляция будет 7%. И ставки мы поднимать будем очень скоро, буквально через год. Все «эээ» и Ростик и не испугались. Вопрос в том, что они колбасят Америку. Но американские рынки все больше и больше абстрагируются от всего этого дела. Посмотри, выступает Ростик, рынки «эээ» и на следующий день вперед. То есть вот эта колоссальная ликвидность, она обыгрывает любые демагогические высказывания, любую риторику. Вот что интересно. И рынки пока не закладывают какое-то драматическое ни поднимание ставок, ни инфляцию. Ты посмотри, десятилетки по трижерям. Они упали с 1,7. Они сейчас где-то торгуются на уровне примерно 1,5. И все спокойно, товарищи. Все спокойно. Я в шоке, если честно. Я не понимаю. Но, может, ты, Дим, понимаешь? Есть такое понятие в современном мире. В новом цифровом укладе называется «Цифровой пузырь». То есть ты смотришь Facebook, он тебе выдает те рекомендованные тебе посты. Ты смотришь новости, они, соответственно, плюс-минус соответствуют твоему политическим взглядам, экономическим представлениям, твоему семейному статусу и все остальное. И ты живешь в этом пузыре, и тебя все устраивает, в принципе. Тебе не приходят новости, которые выходят из твоих картин и мировоззрения. А за счет того, что данных по тебе очень много, то, в принципе, постепенно эффект тиктока. Ты перемещаешь ленту, и она тебя вся устраивает. То есть она под тебя подстраивается. Так же устроен этот пузырь. Инвесторы живут в этом пузыре. Они не видят на самом деле проблемной составляющей. Их картинка мира устраивает на самом деле. Это к вопросу о том, что ты, когда приходишь в полицейский участок, в американский полицейский участок, где там хороший злой коп, а ты хочешь поговорить с начальником полиции, понимаешь? Ты хочешь узнать, что на самом деле происходит. Вот с тем, то проблема и заключается, что для разных царевых групп разные копы. Вот у тебя есть инвесторы, которые верят, закладываются на кризис. Вот для тебя, естественно, злые регуляторы. Есть, соответственно, которые видят в все, залитое экономикой деньгами. У тебя есть, соответственно, елен и все остальное. А что будет, никого не волнует. То есть ты в этом мире живешь, он тебя вообще не противоречит никак. И ты торгуешь не на основании. Представь на секундочку. Теханализм тебя уже вообще не интересует. Какой теханализм? Ты торгуешь на вере. У меня мало интересовалось всегда, а сейчас тем более. Ты торгуешь на вере. Ты веришь в то, что у тебя все будет восстанавливаться. И это, соответственно, такая составляющая. То есть в этом-то проблема заключается, что все прекрасно понимают, что есть сигналы, а есть инфраструктурный пакет. С деньгами. То есть деньги, соответственно, флоу, поток, он решает все. Понимаешь? То есть ты можешь рассказывать о том угодно, о том, что у тебя проблемы на плоти или еще что-то такое. Но если ты видишь реку, если ты видишь, как она течет, глупо не попытаться что-то ловить руками, типа рыба или всего остального. То есть проблема в этом заключается. Никто не думает о будущем составляющей. Но, как правило, как показывает практика 2008-2007 годов, это приводит к самым серьезным проблемам. Почему? Потому что никто ничего не ожидает. То есть риск-менеджер отключается, человек живет в пузыре, а потом в этот пузырь, естественно, прилетает какой-нибудь, соответственно, форс-мажор. Человек сидит, чеш-треп, а мы вообще не знали. Нам никто об этом не говорил. То есть на самом деле риск-менеджмент в этом составляющем, он в первую очередь включается, и вот это большой риск на самом-то деле. А то, что все живут на деньгах, которые слабо крылились с экономикой, это факт. Посмотри, у нас, например, выдача кредитов в США в корпоративном сегменте достаточно заузилась. То есть денежные средства не переходят, соответственно, в реальный рост заем. В основном растет только ипотека. То есть, грубо говоря, естественно, недвижимость. То есть проблема заключается в том, что эти денежные средства, они как-то специфически перерабатываются, они не уходят как бы в реальную экономику до конца. То есть они не запускают механизмы внутри. Может быть, инфраструктурный проект запустят, например. Но вот это очень важно. То есть регулятор отскочит этого процесса, помимо политических историй, только когда начнет запускаться маховик экономический именно. Вот этого все ждут, а пока что это как бы не видно до конца. То есть оно на фондах в основном находится, и до конца в экономику нормально не погружается. То есть там эффективный коэффициент передач, то есть перемещение в реальную экономию очень высокий. Окей, бог с ними, пойдем дальше. Что у нас там впереди? У нас впереди Белоруссия, которая нарвалась на жесточайшие санкции, за которые будем платить мы. Но теперь, я так понимаю, Дим, кстати, после этих санкций, чего теперь нам не видать запрещенки? То без белорусского хамона, белорусских креветок, белорусских остров? Да нет, это все видать. Там удалили по экспортным трасслям. То есть в чем особенность? Белоруссия очень серьезно зависит от экспорта составляющей. Европа наэкспортирует несколько направлений. Интересует прежде всего, соответственно, валютная выручка, как ты понимаешь. Выручка нужна, потому что там рубль, там черный рынок рубля белорусского есть. Вот им необходим валютный приток прежде всего. В чем это выражается? У них, соответственно, в отрасли есть три основные направления. Первое – это нефтепродукты. Вот это самое важное направление. Они перерабатывают нашу нефть на своих, соответственно, НПЗ, перерабатывающих комплексах, и поставляют их по дешевке в Украину, это основные потребители, и в Европейский Союз. Вот если Украина приснится к своей санкциям, это будет очень весело, потому что это обрубит Беларусь очень серьезную экономику. Основная часть – они экспортируют нефтепродукты через порты, прибалтийские порты в основном. Вот это их основной вид деятельности. Второе – это калийные удобрения. Калийные удобрения – это Беларусь-калий. Их основные рынки – это, как я говорила до этого, Китай, Индия, но в Европу они тоже поставляются. И большая проблема будет заключаться в том, что эти санкции могут ударить именно по их рынкам сбыта в Белару... А значит, поднимут цены. А значит, поднимут цены. Значит, калийные удобрения пойдут наверх, а это значит, что Беларусь... Урал-калий – это компания, которая имеет смысл присмотреться. Особенно с учетом того, что... Дима! Вывели из-под торгов, не торгует цена, только облигация. Искать можно похитрее. Надо смотреть, кто выиграет, кто является собственником у нас калийных и фосфорганных удобрений, потому что понимаешь, что если у тебя калийные удобрения пойдут в перси, то следом потащится, естественно, и фосфорганика. То есть, на большой доле вероятности калийных в ценах, это тинты и все остальное. Канада, соответственно, пойдет хорошо. То есть, основные конкуренты у нас не только урал-калий. И это негативно скажется, естественно, на расходной части основных АПК в Китае, Индии и Бразилии, потому что у них стоимость... Расходная часть по удобрениям серьезно вырастет, ты понимаешь. То есть, калийные удобрения, и, соответственно, им еще отстрелили... МАЗ. Что? Минский автомобильный завод, белорусский автомобильный завод, БЛАЗ. То есть, они на самом деле пытаются порвать кооперацию с Китаем, по факту. Они особо-то не поставляли МАЗу страшную фенуру, скажу, в Европейский Союз. Но они могут усложнить и нам нормальную покупку белорусских товаров, на самом деле. Да, потому что мы можем нарваться на вторичные санкции. Так точно. И самое интересное в всем этом процедуре... Вот это они ударили по выручке валютной. Нам, скорее всего, придется покупать их евробонды, что само по себе, мне кажется, очень большая засада, честно говоря. Абсолютно. Потому что он не ликвидный, ты что потом с этим делать будешь? А самое важное другое, это у нас удар прошел уже посредственно в наших предпринимателях. У нас, соответственно, Гуцериев попал. В результате, соответственно, М-Видео, Эльдорадо. Прошел по ним как бы такой некоторый удар-шок, автошок. Гуцериеву уже пришлось выходить по схеме Дерипаски и Совета директоров. То есть, на самом деле, это достаточно серьезные санкции. И Беларусь сейчас придется ли как-то кооперироваться, либо там возникнут серьезные экономические сложности. Думаю, да. Я просто понимаю, что мы за все это дело будем платить. А это значит... Ну, знаешь, на самом деле, Москва так не готова платить за все уже, на самом деле, за просто так, скажем так. То есть, если как бы Беларусь там будет что-то как бы кооперироваться, то там услугу переподнаправить, например, в свои калийные удобрения или нефтепродукты, то да. А вот так просто как бы смахнуть с руки. Я думаю, Москва потребует как минимум проведения конституционной реформы, а следует создание нормальной партийной системы. Потребует, соответственно, больше интеграции. То есть, принять этих 11 карт интеграционных. Вот это... Будем демократизировать, товарищи, да? Ну... Соответственно, с нашими демократическими институтами, так сильно развитыми. Ну, это все равно все лучше, чем у Лукашенко, потому что у них, естественно, там партии такие оригинальные. Вот. Это к вопросу о том, что понятно, что Беларусь вот начали ее фундаментально как бы задавить. И если Лукашенко думал, что он это пересидит, это большое заблуждение. Этого не произойдет. Я напоминаю, что в преддверии этого мероприятия, Макей, это их министр иностранных дел, обзванивал посольство на примет того, что, ребят, не надо вводить. Мы сейчас как бы домашний АЭС там и Садбегу отпустим, и Протасевича не помогло. Ну, кстати, действительно отпустили. Да, только не помогло. То есть проблема заключается в следующем, что ЕС уже взяла установку на то, чтобы максимально как бы ограничить. Но это уже было на самом деле раньше. И обычно там Лукашенко потом с Европой договаривается каким-то образом. Вот он почему-то думает, что у него это произойдет сейчас. Что вряд ли? Маловероятно в ближайшем году. Но после того, что он сделал, уже не вариант. Ну, он до этого тоже сделал такие вещи. То есть он там тоже сажал и все остальное. Вопрос заключается в том, что я сомневаюсь, что сейчас ему хватит экономической крепкости, чтобы нормально... Запас срочности, это называется. Да, ему придется либо договариваться с Москвой, либо Китай вообще не захочет этим заниматься. То есть ему либо придется с Москвой договариваться, либо сейчас с Европейским Союзом. То есть у него просадки маневра, сейчас все равно в студии делается. То есть на двух студиях уже съедет не удастся. Ну, не знаю. Я тебе скажу честно, я думаю, что этот человек способен сидеть на трех, на пяти студиях. Это какой-то... Я думаю, что у него такая веселая семья, средний сын тоже подпал под санкции, который, в принципе, может пересидеть как бы семьей. Можно сидеть. Ну, будет пересиживать. Так, ну и мягко переходим от Белоруссии к нашей инфляции. Потому что, судя по всему, если эти расходы будут давить на наш бюджет, я понимаю, что бюджеты – это вообще копейки. Но тем не менее. Ну, не знаю. Там 4 миллиарда они могут потерять. Там 3-4 миллиарда – это, конечно, копейки. Но это копейки, которые достаточно серьезно будут давить на нас. Ну, естественно. Я только по первому решению. Потому что, как ты понимаешь, выборный год просто так там 4-5 миллиардов туда сюда накидать. При том, что они должны быть агрегированы под избирательную кампанию. Я сомневаюсь, что это отличная идея. Ну, будет проблематично. Будет проблематично. Вот. Ну, ладно. Что мы имеем с тобой с гусиком? Имеем с тобой инфляцию в России. Выходят цифры только что по инфляции, опять же, недельной. И мы видим, что в пересчете на месячную, на годовую у нас ситуация крайне неприятная. Судя по всему, ЦБ будет поднимать ставочку не меньше, чем до 7%. То есть ближайшее поднятие, ну, я боюсь, как бы они до 6% не сделали. Ну, то есть сразу еще 50 базисных пунктов. Было 5,5, сделают 6. То есть это прибавит, соответственно, 1,75 к тому, что у нас было. То есть было же 4,25 минимум. Станет, соответственно, подожди, нет. Ну, да, все правильно. 1,75 прибавит. Вот. Это много. 175 базисных пунктов. Это действительно много. И ты понимаешь, ведь самый интересный эффект этого дела мы увидим только через год. Ну, так работает система. Полгода, год. Но понимаешь, в чем проблема? Кредиты дальше продолжают брать. То есть, видимо, ЦБ хочет вот что сделать. Тут идея, смотри, в чем. ЦБ хочет, чтобы ставки по депозитам были хотя бы реальны. Какие сейчас ставки по депозитам? Ну, 5%. С учетом 6-6,5% инфляции минус 1,5%. Минус 1,5%. Отрицательные. Значит, ставка должна быть в банках сколько? Ну, как минимум процентов 6,5%, чтобы хотя бы соответствовать уровню инфляции. Если ставка будет такая, какая ставочка должна быть у ЦБ? Ну, 7, 7. Ты понимаешь, да, к чему я клоню? Я боюсь, что ЦБ для того, чтобы вернуть вкладчиков у банки, может сделать 7 ставку. Но тут есть нюанс. Наш народ допер, что, оказывается, депозит штука хорошая. Но, например, те же самые госбумаги на год-два-три, которые дают принципиально другую доходность, это еще лучше. Ты же понимаешь, что если они поднимут ставочку до 6%, то корпораты, хорошие корпораты, надежные, которые дают сегодня 8,5%, будут давать примерно 8,75%, будут давать 9%. Те, которые дают сегодня 9,5%, вполне, кстати, приличные. Я сейчас готовлю обзор, и надо тебе сказать, что масса очень приличных корпораций дает сегодня доходность 9,5% на купоне. Примерно в районе номинала стоят. Слушай, как говорил Мишка Японский, шикарный вид. Теперь давай дальше. Если они поднимут до 7%, ты понимаешь, что это будут ставки десятые на облигации? Как депозиты с доходностью даже пускай 6 будут конкурировать со ставками десятыми по очень надежным корпорациям? Не знаю, к чему я все это говорю. На мой взгляд, тема подъема ставок, она не очень эффективная, потому что мы, конечно, пытаемся вернуть себя в банки, но мы убиваем к чертовой матери экономику, потому что мы удорожаем кредит, мы не даем возможность кредитоваться никому. Далее, ведь есть сектор ВДО, и огромное количество предприятий – это высокодоходные облигации, ВДО. Так вот, высокодоходные облигации, которые выпускались, например, относительно небольшими предприятиями под 11, 12, 13%, им теперь придется рефинансироваться, потому что у них долги, ну, ты же знаешь, обычно долги часть возвращают, часть рефинансируют новыми выпусками, вот, им придется под 15-16 рефинансироваться, или вообще хрен им кто даст. А тогда что у нас будет? Тефолты. Плюс подъем процентных ставок может привести еще и к росту инфляции. Ты будешь смеяться. Но все вот эти... Мы об этом уже говорили. Да, 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 да. Соответственно, что у нас получается? Что ЦСБ ломится в открытую дверь. Стоит ли? Я не понимаю. А вот я еще пару рисков здесь бы обозначил. Первое. А как ты думаешь, повышение ставок по облигациям, чему будет приводить для компаний? Правильно, к увеличению стоимости заимствования. Откуда денежные средства будет вымываться? Из инвест-программ. То есть, на самом деле, таким образом, ты увеличиваешь стоимость криптования, повышаешь, естественно, стоимость непосредственно ресурсов товаров, по вторичной спирали его раскручиваешь, параллельно, соответственно, заружебаешь себе инвестиции, а кто будет компенсировать инвестиции? Инвест-программы? Государство. Нам сейчас государство и так заливает в бюджеты регионов больше 50 миллиардов за счет тех обязательств, которые они не могут выполнить из-за коронавируса. А у нас три ключа. У нас федеральный центр, региональные денежные средства. А третий, кто? Корпораты. А корпораты, если у них стоимость по облигациям вырастет, они с чего их вымывать-то будут? Из облигаций. И государство придется компенсировать и их потери, или придумывать у них какой-то налог на нахлобучить, так называемый. Кстати, по поводу налогов. Ты видел, что у нас товарищ Аксаков, дай им Бог здоровья и всяческих успехов, заявил, а что, собственно говоря, богатеньких надо раскулачить? Ты понимаешь, вот лавры полиграф-полиграфча у нас в стране не дают людям покоя. То есть господин Аксаков, это полный... Ну, Аксаков идет на выборы, его можно понять. Я думаю, что главное, чтобы он после выборов так не говорил. Ну, это я понимаю. По-моему, он собирается создавать, видимо, партию под названием «Социальная справедливость». Вообще, это интересно. Поздно уже. Да, это понятно. Либо социальная справедливость, либо эффективность. Ты знаешь, тут либо одно, либо другое. Вот так не бывает. Это как-то, говорят, трусики одень, либо крестик с ними. Так вот, проблема состоит вот в чем. Что 35% с доходов, там, я не знаю, больше 20 миллионов, 30 миллионов по году, не понимают, ребята, одну вещь. Мир пока еще открыт. И сидит такой богатый человек и говорит, так, стоп, ребят, ну, 15, ладно, ну, 20, ну, блин. Но, я же дивиденды получать надо. Значит, вы мне хотите впарить 35-ю доходность. Соответственно, сяду-ка, я, например, на Кипр и получу там резидента и стану резидентом Кипра. И так многие думают. Теперь либо надо будет закрыть границы, но это еще хуже для экономики, либо прекратить эту фигней заниматься. Но и это еще не все. Как тебе последняя инициатива? Значит, ребята, а давайте на перемещение капитала тоже налог ведем. Ты же понимаешь? Любого. А ты не видел, что ли, это последние новости, последний день? Нет, просто я понимаю, просто любого капитала, то есть нормально там, естественно, прямые инвестиции, все такое. Ну, перевод за границей, на перевод за границу типа 1%. Это еще надо посмотреть, на какие именно переводы, но инициатива такая пошла. Ну, вообще, напоминаю, что это противоречит так, между прочим, этому евразийскому пространству, потому что она в Киргизию можно переводить или как? А, соответственно, в Казахстан. А, например, если тогда, если можно в Казахстан, то есть как вы эту систему будете делать? Вы либо ее всю должны вводить на системе, соответственно, экономического пространства, либо она не будет работать, у вас будут пропцы-проходы. Ну, вот я читаю, российские власти обдумывают возможность введения налога на трансграничные денежные переводы физлиц. 1% поручено Минфину по итогу совещания у первого замглава аппарата правительства Сидоренко в начале июня. Короче, пошлины, которые затронут как владельцев зарубежных счетов, так и миллионы, соответственно, товарищей, которые у нас трудятся, так сказать, киргизы наши любимые, узбеки. Ну, это будет очень интересно, на самом деле. Да, и прочие-прочие таджики. Смотри, то есть, понимаешь, там процентик, здесь процентик. Не-не-не, на самом деле я понял, что пока все гнобят крипту, мы его будем поддерживать, я так понимаю. Ну, вот у меня тоже такое ощущение. И ты знаешь, еще один очень интересный момент. Ты вспомни, Дим, нам пообещали экономический рост. И сказано было, что... 3% он у тебя будет. Тя-я-я-я-я-я-я-я-я. Спокойно. Значит, нам пообещали экономический рост. Это еще давно. И сказали, что для того, чтобы был экономический рост, надо поднять НДС. Деньги мы эти возьмем и бросим на экономический рост. Я рыдал. То есть, с каких пор подъем налогов способствует экономическому росту, это, извините, это новое открытие. Нобель сразу. Вот, экономический рост не случился, так что Нобель отважился. Теперь, видимо, мы решаем, что, знаешь, самое гениальное занятие – повторять одни и те же движения. Нам же надо поднимать экономику, а давайте налоги на физлиц увеличим, а давайте на трансграничные переводы сделаем и посмотрим. А знаешь, мне это напоминает, а тустом не пробовали? У меня такое ощущение, что скоро у нас нас обложат абсолютно всем, как зайцы. Но тогда ты же понимаешь, что будет. Опять же, я говорю, наиболее, ну, скажем, продуманные, богатые люди, они просто уедут. И в итоге у нас станет не больше богатых, а больше бедных. Вот и все. И доходы нашего бюджета сократятся, а не вырастут. Вот в чем проблема. Ну да ладно, это отдельная история, она меня просто, честно говоря, очень пугает, потому что это глобальное такое, знаешь, движение мира влево. Дим, ты вообще видишь, что мир качнулся влево? Причем он качнулся и там, но там просто идеи Маркса и Энгельса, они, так сказать, цветут и пахнут. Но он качнулся и здесь, у нас. У нас всегда качался влево, но вопрос в другом заключается. На самом деле на фоне сложной ситуации у нас качнулся в разные стороны. Если внимательно посмотришь на выбор, нас побеждают либо крайне левые, либо крайне правые. То есть на самом деле на фоне пандемии происходит радикализация, поляризация общества. То есть на самом деле крайне правые – это те же самые крайне левые. Они тоже с такими же законами, предложением выносятся, типа давай все поделим, просто мы будем делить по этническому признаку. Ну не по этническому признаку, а по принципу какого-нибудь там позиции. То есть на самом деле, как непарадоксально, что лучше, Трамп или крайне левые, соответственно, демократы? Вот они вообще-то в некоторых вопросах вообще друг другу сходятся. Например, если ограничили в социальных сетях или, например, по оригинальной форме налогообложения. То есть на самом деле проблема заключается в том, что у нас эта умеренная часть немного уходит, стабилизирующая часть, которая всегда была, она была всегда трапециевидной, то есть рома. В середине была умеренная часть, которая стабилизировала систему, а радикальная находилась внизу и наверху. И постепенно они там перемешивались, но вот у нас все превратилось в песочные часы. То есть узкой частью становится умеренная часть, а радикальные части, поляризирующие, становятся большими. И поэтому у тебя постоянно часы вращаются туда-сюда, нет стабильности. То есть долгосрочные инвестиции, горизонт там 7-9 лет. И эти 7-9 лет у тебя должен быть ром, а не песочные часы. У тебя не должны меняться правила. Вот, а ты каждый раз их меняешь. Пришел Трамп, у него одни правила. Пришли, соответственно, демократы, у них три другие правила. Почему же они обнуляются друг друга принципиально? Дима, ну ладно, слушай, чего они? Мы тоже решили поменять правила. Обложили металлургов. То есть мы в прошлом году общипали этих самых, значит, нефтяников. В этом году решили общипать металлургов. Я так думаю, что на очереди лесовики, потому что цена... Моя любимая тема называется пенсионная система, пенсионная реформа. Сколько мы раз в разные стороны меняли. Мы попробовали уже все виды реформ. И ни один раз она дольше, чем 4-5 лет не держалась. Вот как человек будет себе копить пенсионное накопление, если у него средний, соответственно, горизонт работы системы 4-5 лет. А потом она заново вся меняется. Плюс-минус. Дима, для этого человек должен уметь задавать вопросы. И говорить, ребят, дебет с кредитом не сходится. Для этого необходимо создавать ситуацию, при которой хотя бы там какие-нибудь контракты, еще чем-то налоговая система, она хотя бы фиксируется. Вот зафиксируйте ее на 10 лет. Этого будет достаточно. Какую вы хотите установить, но просто зафиксируйте, не меняйте ее. Во современном мире турбулентности, почему все бегут в Мальту и в Кипр, стабильность хоть какая-то с точки зрения системы. Да, она может быть плохая, да, она может быть хорошая, но она стабильная. Стабильность лучше, чем самая опасная для инвестора, это и на волатильность. Ну, в смысле, как бы, если ты, конечно, не играешь там оперативно, но вот с точки зрения долгосрочных инвестиций. Правила расскажите, даже если они очень плохие. Главное, чтобы они работали постоянно. Не меняйте их каждый раз. Вот в этом основная проблема, на самом деле. Я думаю, что у нас ввели вот эти все таможенные сборы, тарифы. И у меня к тебе единственный вопрос. Скажи мне, пожалуйста, куда еще ведут? Значит, пищевку ввели, металлы ввели, нефтяников пощипали. Мне просто интересно. Почему? Я тебе объясню. Это же бьет по акциям. Я вот думаю, кого еще продавать, пока не поздно. Ну, смотри, надо для того, чтобы понять, где будут такие действия. Первое, тебе необходимо посмотреть, где высокие цены, хороший нетбэк внешний. Второе, где происходит внутренний рост этих цен, исходя из нетбэка. И третье, где, соответственно, самый большой рост дает потребительскую инфляцию. То есть, ну, чтобы, грубо говоря, под выбор и все остальное. Исходя из этих трех позиций, ты понимаешь, что это АПК, агропромышленный комплекс. Причем, соответственно, это у нас пшеница, она уже обложена. Вот сахар, ну, мы как бы не особо экспортируем, но, соответственно, например, как бы на вывоз масличные. Не, ну, сахар масличный, это вообще проблема Украины. Пускай проблему Украины решается. Ну, мы тоже их производим, вот, и тоже их вывозим. Вот, это с хозяйственных контролем. Потом, у нас кого там пытались изначально на хлопочек, с кого 100 миллиардов пытались собрать? С химией изначально, еще до металлургов. Вот, химия сейчас показывает очень высокий результат. Причем, химия идет, речь идет о широком в целом моменте. Вот, речь идет в том числе о химодобрениях. Куралкалию, то есть, нехорошие будут показатели, как бы, необходимо будет как-то поделиться. Тем более, что они как бы в списки входили. Металлурги, причем, соответственно, цветные. Есть металлурги, все понятно. Вот, а из того, что еще интересное есть, я думаю, будут, ну, вряд ли у нас ВПК будет обкладываться. Но, собственно говоря, газ, но газ тоже, как бы, он у нас очень специфический, у нас там политический. Вот, поэтому, я думаю, вряд ли эта составляющая будет работать. Нефть и так, как бы, забирается, фактически, на выходе, на пошлинах. Вот, я думаю, что это сельское хозяйство, прежде всего, химия, в большей степени. Машинстроение, естественно, никто трогать не будет. Но, собственно говоря, мы уже пришли, мы там больше ничего особо так не обложим, чтобы оно уходило. Вот, программа обеспечена, что будем обкладывать, у нас такого не того, что много. Вот, поэтому они присутствуют бессмысленные услуги. Короче, а следующее, ты думаешь, на очереди химики? Я думаю, что химики сейчас очень хорошо получат в результате конъюнктуры сырьевой. Особенно на фоне, соответственно, скорее всего, я думаю... Удобрения. Да, удобрения, сложных там ситуаций. Плюс ко всему там в валюте. Вот, как ты понимаешь, соответственно, в целом миллиаре стран, как бы, реально падение реальных всплогаемых доходов. То есть, я думаю, что вот фосфорган, фосфорганические, калийные удобрения, вот это тренд. Ну, хорошо. Дим, я думаю, что... Там там не азот, уралхим. Ну, это понятно все, да. А, кстати, Нижнекамск, нефтехим. Хотя нет, там не удобрения. Подожди, там удобрения тоже. Нефтехимическая, да. Нет, там нефтехимия, там удобрения нет. Это немножко другое. Это меня чуть-чуть туда понесло. Хотя самое интересное, ты знаешь, я как-то оказался на этом заводе. Нет, если говоря... Это город. Нет, это колоссальный завод, но это еще и город огромный. То есть, это просто вот ты едешь и едешь. Это река. Нет, это просто, знаешь, что-то невероятное. Это масштабы совершенно чумовые. Поэтому я периодически смотрю на капитализацию наших предприятий, представляю себе те картинки, когда я ездил, просто смотрел. И понимаю, что, опять же, вот что-то не то. Они должны быть дороже намного. Но мир сегодня другой. И бывает, что одна комната, заваленная компьютерами, с неким программным испечением, стоит дороже, чем гигантское совершенно предприятие, которое там занимается нефтехимией и так далее. Ладно, бог с ним, это мир такой. Мы его не изменим. Дима, народ ждет. Что ждать в ближайшее время? Я вот посмотрел, макроэкономических данных очень много будет в среду и в четверг. Так точно. Ну, они обычно бывают повторникам в среду и в четверг. Да, нет, в среду и в четверг. Там безработица, там по домам будет отчетность и прочее, прочее, прочее. То есть, всем, кто хочет волатильности, спекулянтам приготовиться. Друзья, ваши дни, среда и четверг. Дим, чего еще такое любопытное, где товарищи спекулянты должны расслабиться и подготовиться? Ну, часть я тебе проспойлерил, но все-таки начнем. Итак, в понедельник у нас будет мероприятие по видеосвязи, правда, президент РФ и главы КНР. Важно не составляющие, что там будет уже там сами все остальное, но важно то, что Москва там показывает, что там Китай никто никогда не дает. Там экономические вопросы будут обсуждаться. Это, конечно, будет видеосвязь, но тема будет достаточно интересная. У нас Италия будет в понедельник важной магистральной теме, потому что Смей Блинкин у нас поедет турне именно по этим странам. То есть, в Италию приедет и Ватикан посетит. Обсуждаться будет в том числе вопрос, связанный с экономикой. Я напоминаю, что в Италии есть некоторые сложности с вакцинацией. То есть, скорее всего, они будут пытаться туда затащить Pfizer. Для Италии это крайне важно. Там, соответственно, начался туристический сезон. Поэтому это новости плюс-минус хорошие. Плюс ко всему, там будут встречаться министры иностранных дел в рамках G20 в Италии. Мероприятие само продлится до среды. Четвертая среды. Подожди. То есть, в начале недели итальянцы в Италии собираются G20? G20 среди министров иностранных дел. О, там много может быть интересных заявлений. Да, потому что туда приедут, соответственно, я так понимаю, и наши представители, и Китай, и все остальное. Вот они, естественно, там будут. И всех туда приедут. Они будут, естественно, общаться там в Италию. Вот. Я знаю, насколько ты, как бы, прикипел к израильской теме. Поэтому... И что, если прикипел? Я просто извиняюсь. Поэтому... Короче, в понедельник у нас избранный премьер-министр... И вообще, посмотри на мою майку. Да. Вперед. Короче, избранный премьер-министр посетит Белый дом. Вот. Он официально будет принят. Девизит будет несколько дней. Вот. Его, соответственно, будет официальная первая встреча. Вот. Там будет, естественно, заявлено о фактическом партнерстве. Там Байден расскажет про, соответственно, переговоры. Но самое главное другое, что при этом мероприятии уже пытаются продавить более жесткую позицию по Палестине. Я напоминаю, что у Байдена много представителей, как раз придерживающихся, соответственно, пропалестинских взглядов. Вот. И, скорее всего, там будет... Ой, там у него зверинец. Извини. Вот здесь я знаю. У него есть и те, которые одних взглядов, и других. Да, да, да. Вот. У него там... У него там... По ногтику. Короче, поэтому... Там его сейчас уже пушат по этой теме. Вот. Поэтому, скорее всего, будут заявления. Но я... Ну, как бы они... Да, стратегия в целом будут. Но там будут некоторые заявления по Палестине. Поэтому следует их ожидать. Вот. Ну, так, если кому-то интерес по региональной тематике, если там торгуются в Средней Азии, там у нас Киргизия приедет в Таджикистан. В Таджикистане связывается там ряд объектов. У них конфликт был в свое время у Таджикистана и Киргизии, определенный из-за Рагунской ГЭС. Вот. Посещать будет, соответственно, у нас президент Киргизии в апреле. Вот. Вновь избранный. Но относится к недавнему. Интересное есть. Ну, во вторник у нас будет еще немного Китая. Потому что, напоминаю, что у нас в коем-то веке будет да-стратегия. Потому что у нас будет 11-летие соглашений между Тайбэем и КНР, Китаем. Китай – это особая дата. Вот. Они там ее празднуют на тему того, как бы, что они выстраивают нормальные отношения. Это как раз они тогда подписали торговое соглашение. Вот. Соответственно, эта тема будет достаточно, как бы, серьезная. Вот. Плюс ко всему у нас будет ближневосточный саммит. Но это не так будет интересно, на самом деле. Вот. Кстати говоря, к вопросу о визитах. Президент Германии посетит Израиль в среду. Там будет, естественно, массовое мероприятие. Вот. Они там будут обсуждать в том числе вопросы, связанные с экономическим сотрудничеством. Штанмайер – президент. Это не самая значимая фигура в Германии. Но у него особая позиция, так сказать, заявлена. Они там будут обсуждать в том числе вопросы, связанные с Турцией, вопросы, связанные с Полистией. Самое главное – экономическое партнерство. Поэтому там будет очень интересное… Ну, то есть, мы знаем, что премьер у нас избран. Вот. Ближайшие два года он будет именно им. Вот. И сейчас как раз начинаются такие официальные визиты, переговоры со стороны Европейского Союза, США, как бы с новым кабинетом министров. Кстати, как ты думаешь, в итоге Биби сядет или нет? Вот мне, например… Я очень волнуюсь. Я часто… Ну, справедливость в Раде, при всем бесконечном уважении, большинство премьеров, которые в Израиле уходили, они уходили с коррупционной составляющей повестки. Некоторые, как бы, попадали под дела. Ой, слушай, ты знаешь, за что Биби реально попал? Он, по-моему, какие-то сигары, что ли, у кого-то как подарок взял. Слушай, наши просто смотрят, смеются. Нет, ну, там понятно, что там более серьезные вещи. Его там… Его пытаются… Ну, фактически, мы, скорее всего, предъявляем денежные средства, которые… Незаконное размещение средств массовой информации, что там по себе забавно для, ну, в целом политики. Вот. И там, соответственно, в отношении жены и имущества. Вот это максимум, что он будет светить. Скорее всего, за серьезные вещи его, конечно, не будет. Так нет, по большому счету, я же помню эту историю. Смотри, ему какой-то миллиардер. Он там вроде как пролоббировал, так сказать, некие законы, а миллиардер ему за это там что-то такое там поблагодарил. Нет, я понимаю, это коррупция. Но, ты знаешь, на фоне всей остальной коррупции в этом мире… Нет, я никого не защищаю. На мой взгляд, это настолько смешно. Нет, а как показывает практика, обычно уходит по делам, за которые реально могут поймать. Вот. Поэтому я думаю, что единственный способ защиты, который есть, это, соответственно, премьерство. Поэтому, скорее всего, его сейчас будут допушивать, потому что, собственно, коалиции собрались, это то, чтобы посадить Натальяк. По-хорошему. О, боже. Ну, это распространенная практика, на самом деле, в Израиле. Поэтому, как бы, так сказать, не особо… Спасибо, что рассказал. Ну, как и в целом, у меня есть другие страны в Израиле, поэтому… Нет, просто… В Корее, например, в Сингапуре. Дима, я тебе хочу сказать, что израильская политика – это отдельный серпентарий, это туда лучше не лезть. Я тебе говорю, потому что три еврея – это 18 политических партий. Это катастрофа. Да, у вас там еще много политических партий, которые, как бы, очень сложно собираются. У вас там уже 4-5 выборов было. Соответственно, до сих пор… То есть, 2 года вы без бюджета, фактически. Ну, я тебе говорю, евреи без бюджета проживут неплохо. Поверь мне. А, ну, даже, может быть, лучше будет. Ну, в крайнем случае, когда бюджет меняется каждые 5 минут, это не то что-то. Это замечательно. Короче, среда у нас будет посвящена Франции. Вот, у Макрона будут крутые мероприятия. Он, соответственно, на Латинскую Америку. Про себя обращает, так сказать, Аргентину и Мексику. Это, соответственно, стратегические партнеры. Вот, обсуждайте, у нас будет все стратегические… Стратегические партнерства. В том числе, будет пытаться продавать, как бы, им, соответственно, свои авиалайнеры. Вот, ну, как свои. Вот. И, соответственно, встроить экономическую составляющую. Поэтому у нас будут важные мероприятия, связанные с Францией. Вот. Вот, если что-то интересное, советую посмотреть, как бы, компании, потому что там будут экономические, в том числе, как бы, обсуждения. Вот. В том числе, мексиканские. Стоп, подожди. Ты хочешь сказать, что Айрбасы надо покупать? Ну, я напоминаю, что, во-первых, у нас на прошлой неделе впервые нормально полетел, ну, на этой неделе, впервые нормально полетел, соответственно, Dreamliner. Наконец-то. Это, подожди, 787-й, по-моему, да? Который у них не летает. Вот. Который, соответственно, все. Трамп его пытался спасти. Они потеряли практически все контракты, на точительную часть, естественно, пандемии. Вот. Айрбас, как бы, там начинает забирать рынок. То есть он впервые полетел без журналистов, без всего остального, чтобы, не дай бог, с ним ничего не произошло. Потому что он каждый раз там взлетает, у него потом чуть-чуть сломается еще. Вот. Для Боинга это жизненно важное направление, потому что это как раз их рабочая лошадка. То есть это самый большой продаваемый объект. То есть у них есть там супер-лайнеры, но в основном продают именно этого. Их основным конкурентом не является Airbus Neo. Вот. Поэтому с этой точки зрения, как бы, это очень важная тема. И сейчас пройдется, а к тому же они уже отозвали иск, и у них продолжается конкуренция базовая. Вот. Поэтому, как бы, для Макрон эта история очень крайне важна. Вот. Там будут представители как раз из Аргентины и Мексики, и они приедут на саммит ООН по гендерному равенству. Но они там будут с ним обсуждать экономику. Кстати, вот это, подожди, как же по-английски это называется? Diversity, по-моему. Diversity, да. Слушай, это вообще тема. Я разговаривал с товарищем, он сейчас учится в одном учебном заведении. Он говорит, в Америке, говорит, по этой diversity, это вообще, говорит, шоу. Чуть ли не в каждом предприятии, сейчас крупном организации, вводится зам под diversity. То есть, я все понимаю, но я на это шоу говорю. То есть, ты знаешь, такие вот... В корпорациях он вводит в качестве лица президента, на самом деле. Да. А ему же надо что-то делать, ему надо себя показывать, доказывать. А знаешь, что дальше? Во-первых, они перестают брать на работу белых нормальных мужиков. Извините, не хочу никого обидеть. Хорошо. Белых гетеросексуальных мужиков, скажем так. Почему? Потому что количество мужиков и количество женщин должно... Нет, там код выставляется. Да, 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 да. То есть, мужик белый. Скоро просто будет заклеван. Но ты знаешь, к чему это все приведет? Я вот не хочу как бы устраивать здесь такую у нас с тобой дискуссию на эту тему. Но это приведет когда-нибудь... Откуда берутся брейвики? Брейвики отберутся от безысходности. Вот очень боюсь, что белые мужики в Америке в какой-то момент почувствуют безысходность. А как ты работаешь? Я сомневаюсь, что брейвик себя безысходно почувствовал в Норвегии, которая вообще... Не, ну ладно, он немножко поехал мозгами. Там такая была история. Особенность заключается в том, что в прошлом году, даже в позапрошлом году, американцев, рожденных, которые относятся к национальным меньшинствам, родилось больше, чем базового населения. То есть, грубо говоря, соответственно, уже через там, условно говоря, 10-15 лет и уже через 18 точно избирателей будет больше. То есть, на самом деле, американская система тоже очень сильно поменялась. Она уже давно не белая, ну то есть, как бы не белая, европеоидно сформулируем так. Вот. И она очень сильно изменится уже через лет 15-20. Она просто в другом заключается. Там квотирование по другому выстраивается. Просто если квотирование по всем этническим группам выставлять, по всем гендерным позициям... Я напоминаю, в США их там от 16 до 26, может быть. Гендерных позиций? Да, их очень много, на самом деле. 16, может быть. У них много, да, 16, 15. По-моему, поменьше. В США гендер, то есть гендер и секс, то есть пол, как бы, и принадлежность к полу. Это разные вещи. Так, ладно, все, закроем тему. Это антопологическая тема, прикольная, на самом деле. А теперь я сейчас начну. Я сейчас перейду на другой великий русский язык. Короче, смысл заключается в следующем. Вот они туда приедут, но общаться не будут по экономике. Дальше у нас заседание ОПЕК. Какой бы у них гендер ни был. В четверг будет в Вене, и там будут обсуждать по видеоконференции те члены, которые не входят в ОПЕК. То бишь мы. Соответственно, в режиме видеоконференции... Когда будет ОПЕК? В четверг. В четверг в Вене совещание будет, 18 совещаний министров стран ОПЕК и стран, не входящих в ОПЕК в режим видеоконференции. То есть после этого нефть опять вырастет? А с большой долей вероятности, потому что там будет входить новок, то есть там будет общение. Скорее всего, после этого мы узнаем примерно историю в Саудовской Аравии по повышению объемов добычи. То есть мы будем как-то модернизировать сделку ОПЕК+, подстраивать ее под рынок, постепенно увеличивая объемы добычи. Короче, до этого дня покупаем Холибертон, Шлюмберже, Эксенмобил и прочие приятные штучки. Я бы на самом деле посмотрел бы на российский рынок, потому что у нас есть компании, которые очень серьезно потеряли именно от ОПЕК+, то есть именно от сделки по ограничению добычи. То есть есть компании, которые больше всего на этом потеряли, именно по объему. Их можно рассчитать. Да, но ты обрати внимание, знаешь, почему я немножко боюсь брать наши? Я тебе объясню. Смотри, весь мир, металлурги, например, металлурги, ну я имею в виду золото производители, скажем так, в последнюю неделю росли. Золото попадало, а потом полетело вверх. И, соответственно, полетели вверх акции, ну не полетели, но поползли вверх акции Барика, Ньюмонта и кого угодно. Вот сейчас посмотрим, что с ним сейчас происходит. Нет, у нас изолирована немножко система за счет политических рисков. То есть у тебя Беларусь пошла. А у нас попадали, нет, не политические. Не политические. За счет таможенных вот этих вот пошлин у нас попадали. Это все равно, это внутриполитические риски, как бы, это политическая премия. Ну, политические, да. Вот, то есть смысл заключается в следующем. Да, в принципе, я бы сказал бы. Ну, то есть тогда можно взять, например, естественно, компанию, которую будут увеличивать. Там типа какого-нибудь судья рамка, но, правда, как ее взять, в принципе, нормально. Почему ее можно взять? Не проблема. Слушай, современная система позволяет... То есть больше всего выиграют страны, которые входят в ОПЕК или, соответственно, связаны с ним ОПЕК, и которые взяли на себя самые большие ограничения и исполняют больше, чем на 98-97%. С большими, соответственно, возможностями по разворачиванию, ну, то есть как бы наращиванию добычи. Вот. То есть такого типа как бы компаний можно посчитать, посмотреть. То есть они в ближайшее время будут больше всего выиграть. Почему? Потому что для них важна будет не цена, для них важны будут объемы поставок. Прежде всего. Вот, соответственно, в пятницу это у нас будет большое евроинтеграционное мероприятие. У нас господин Борис Джонсон встретит с госпожой Анжелой Меркель на официальном мероприятии. Я так понимаю, соответственно, одна будет уходить из Германии, потому что в Германии выборы, она после этого покидает пост-канцлерин. Вот. А второй из Европейского союза вышел. Естественно, они будут обсуждать Brexit. Все новости будут, соответственно, по фунту. Все новости будут, соответственно, по новым сделкам. Я напоминаю, что там прокручивается сейчас. Вот. Тема будет касаться экономики. Вот. Как ты понимаешь, встреча будет в Лондоне. Вот. Поэтому, соответственно, все, что связано с евро и с фунтом, это вот будет в пятницу. Там колоссальное количество новостей пойдет. Ну, кстати, кстати, кстати. Британский фонд еще недавно был 1,42, сейчас они 1,38. Ну, вот что, ждем его снова на 1,41 хотя бы? Теоретически возможно. Там есть некоторые вопросы, которые там будут обсуждаться. Но я так понимаю, что это будет бесконфликтная встреча. Скорее всего, там будет 2-3 года проходить. Поэтому, я думаю, это будет буст под фунт. Тем более, что это мероприятие после встречи с Байденом. То есть, Меркель приезжала в Великобританию на саммит. Вот. Но сейчас будет двусторонняя встреча. Они будут обсуждать именно вопросы экономической интеграции. Я думаю, она в данной стратегии пройдет. Поэтому это будет хорошая поддержка непосредственно под фунт. А вот что будет еще веселого? Ты вот хочешь узнать, какой ты у нас риск-фактор? Это, соответственно, твоя Дельта Плюс будет обсуждаться в пятницу на официальном пресс-конференции главы ВОЗ. Мероприятие пройдет в Женеве. Гендир пройдет пресс-конференцию, посвященному ковиду. В том числе там будет обсуждаться Дельта и Дельта Плюс, его данные. То есть, ты хочешь сказать, что в пятницу мы увидим кучу страшилок на эту тему? Скорее всего, да. Он там расскажет по поводу того, как ситуация развивается в разных странах. Рассказывает про Дельта и про Дельта Плюс. Я бы узнал бы у него, что он думает по поводу вакцин. Потому что если он, не дай бог, скажет по поводу того, что они неэффективно работают, это будет вау-эффект. Причем вау-эффект... Он не скажет его. Пойми, чиновники такие вещи никогда не говорят. Вопрос не в этом заключается. Вряд ли он что-то положительное скажет. То есть, вопрос будет заключаться в том, что это пресс-конференция будет задавать вопросы. Поэтому с большой долей вероятности его что-нибудь про это спросит. Я думаю, что в результате будет умеренно негативная составляющая. То есть, конечно, он ничего не скажет как предмет. Но то, что тема коронавируса будет достаточно актуальна в пятницу, второй половины дня, это очень вероятно. И его имеет смысл... Все пойдут расслабляться, пить пиво, понимаешь, а тут коронавирус. Это на самом деле самое опасное. Если там какой-то форс-мажор пойдет, например, он данные представит по заболеваемости, про схеме замещения, то есть сколько уже Дельта Плюс замещает. А ты уйдешь на выходные. Поэтому я бы на этом месте. Здесь определенный риск существует. Короче, 2 июля. Да, это будет пятница у нас. 2 июля. Ну, соответственно, 4-й мы все понимаем. У нас День независимости в США. Нет, это не у нас, это у них. Но, к сожалению, рынки-то у нас взаимозависимые. Слава Богу, что на субботу хоть пришелся. И, соответственно, визит короля Нидерландов в Германию тебе не особо интересно. Кого-кого-кого? Короля Нидерландов в Германию. Границу ему перейти, ногами перейти, все, у него визит начался. Он может из окна выпасть, и он как бы все, он визит у него. Дима, ты на очень хорошей ноте закругляешь нашу передачу. Так вот. Короче, на самом деле, очень много тем будет нас интересов. Причем в разных регионах, региональных, разных отраслевых. А, и самое главное, собственно, у нас будет в четверг большая пресс-конференция Путина. Вот, прямая линия. Да, вот это. Будет идти 3 часа, начнется днем. На этот раз там не будет студии. Вот, поэтому все будет жестко по таймингу. И там будут все экономические вопросы тоже рассматриваться. И по вопросам курса, и по вопросам инфляции. В чем особенность прямой линии? После этого получают как бы по голове обычно губеры. Поэтому смотрим, ждем. Обычно также там заявляются по... Это последнее крупное мероприятие, такое массовое, ну такое федеральное. Поэтому, скорее всего, там тоже какой-нибудь раздача будет слонов. Вот. И плюшек. Дополнительные как бы меры поддержки будут, скорее всего, представлены. Ты знаешь, я вот смотрю сейчас рубль-доллар 72.25. Я думаю, что перед встречей, ну, он может быть и 71.5. Так что посмотрим. Вот, соодно и прогноз проверим. Дим, огромное тебе спасибо. Всего самого доброго. Друзья, спасибо, что выдержали нас. Что вы терпели все это время. Хотел сказать спокойной ночи. Но скажу доброе утро. И всего вам самого доброго. Потому что нас же увидят с тобой утром в воскресенье. Всем счастливо, друзья. До свидания. Дим, спасибо. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok